Политика, образование, культура, экология, спорт. Для успешного развития общества в этих важных сферах необходим постоянный диалог с молодым поколением. И в частности со студенчеством. Ведь именно в вузах много молодых людей, готовых менять мир к лучшему. Площадкой для студенческого общения стал форум «Молодежь России и Европы. Обзор актуальных проблем». На открытие побывали наши коллеги. Преподаватели университета, депутаты, общественные деятели и все пришли за советом к студентам. Здесь на конференции «Молодежь России и Европы. Обзор актуальных проблем» ставят ребром острые вопросы. Один из самых важных и сложных. Как предотвратить раскол мира на воинствующей лагере? Молодежь должен посмотреть и определить для себя такой вопрос. Жить завтра вместе. А чтобы жить завтра вместе, должны быть без границ. Многие вопросы. Что общего между ребятами из России, Германии, Греции и других европейских стран? Об этом доклады участников пленарного заседания. Оказалось, объединяют их не только стремление к инновациям и образованию, но и проблемы. Безработица и в то же время нехватка специалистов царит как в России, так и на западе континента. Если объединить усилия всех государств и при этом внимательно прислушаться к предложениям молодежи, то можно положительно повлиять на ход событий. В том, что ростовские студенты готовы эффективно работать на благо общества, ни у кого из участников конференции сомнений нет. Мы создали Международный молодежный клуб именно с целью интеграции молодежи Ростова в международное пространство. То есть позиционирование России, культуры, идей, инициатив, атмосферы, которая здесь происходит за пределами нашего государства. Не только впитывать опыт, но и показывать свой опыт. Нет границам – основная идея пленарного заседания. Деление на наших и не наших должно уйти в прошлое. Хотя сейчас большая политика мешает совершать молодым людям из разных стран действительно великие дела. Неприветливый россиян встречают в сфере культуры, искусства, спорта и многих других. На самом деле такие конференции необходимо проводить. Об этом нужно общаться, нужно задавать вопросы, нужно вникать и идти вперед. Конечно, эта конференция еще раз доказывает, что она актуальна сегодня. После пленарного заседания началась работа секций. Что молодежь может рассказать нового о себе? Как поможет укрепить национальное единство? Молодые люди Ростова чувствуют в себе силы помочь в этих горячих вопросах. Секция под названием «Межнациональный диалог как основа развития гражданского общества». За круглым столом представители национальных диаспор. Грузины, греки, армяне, немцы рассказали о том, как сохраняют свою культуру и при этом ведут благотворительную деятельность в Ростове-на-Дону. Новички в этом диалоге студенты из ассирийской диаспоры. Они презентовали проект «Дети Ассирии». Он поможет досконально изучить родной язык и сплотить людей, не имеющих своего государства. Для нас очень важно заявить о том, что ассирийцы просто живут в этом городе, а ассирийцы еще могут приносить какую-то пользу, быть интересными, могут показать часть своей культуры, танцев, музыки, языка уникального, который, в общем-то, исторический язык уникальный, на котором говорил Христос, на котором написаны многие священные тексты. После знакомства приступили к конкретным действиям. К примеру, представитель немецкой диаспоры Михаил Вебер предложил Донскому государственному техническому университету открыть на базе вуза курсы немецкого языка. А активисты ДГТУ, в свою очередь, предложили организовать в Ростове фестиваль национального юмора «Все свои».